Сейчас ранним утром 23 сентября 2021 года я совершенно отчетливо понимаю, что у каждой палки есть два конца, у каждой медали есть две стороны. А психологический закон проецирования абсолютно меток точен и верен. Помнится мне еще в 2001 году горцун на потайных каблучках, тот самый, чье имя противно произносить слух Владимир Путин, заявил главреду эхо Москвы, вы не предатель, вы враг. Об этом и сам Алексей Венедиктов во всем рассказывал впоследствии. Но, как сейчас уже понимают многие из тех, действительно стоит против режима, никакой он не враг этому режиму, а панирует так, насколько позволяют обстоятельства. Что ж, такие вот дела. Между тем грядет четвертая волна. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание ролика, если решите поддержать мой труд. Поддержать мой труд, дело в том, что весьма скоро власти могут пойти на множество весьма неприятных для потребителей мер, таких как разнообразными способами обнуления денег. Это далеко не главная из проблем, которая может произойти в ближайшее время. Но я предупреждал, что осень будет тяжелая, а зимовая вообще может стать трендецом. Так оно, собственно, и происходит, как и было запланировано, ибо началась четвертая волна эпидемии. Я не буду говорить свое субъективное мнение ни в коем случае, я его уже неоднократно высказал, получал страйки. Я молчу, молчу, молчу. Все, что я говорю, подчеркнуто из официальных СМИ. Так вот, я говорю про Хлептос, который был некогда Москвой. В Хлептосе руководство, вот эта вот администрация оккупационная, она определяет, сколько человек отправлять на дистанционную занятость. Речь идет, как минимум, о 30%. Слушайте, какой же дождик впереди, по-настоящему осенний. Эх, жаль, грибы не с кем поехать собирать, а в одиночку как-то грустно. Ну, я все, я обречен на одиночество, ничего. И грусть, и это, тоска моей спутницы до самого моего дешевого фанерного гроба за 10 тысяч рублей. Фанера наверняка будет тонкой. Главное, чтобы труп не вывалился во время похорон. Вот. Но и гробы дорожают, и все дорожает в этом несчастном царстве, государстве, обреченном доме, обреченном под снос. Вот. Что ж, и знаете, одновременно с этим вспоминается мне целый ряд и видений, и предсказаний, связанных с войной. Некоторые говорят, и это не один человек, что были предсказания, являлись старцы, говорящие о том, что война запланирована чуть ли не на 4 октября. Не дай бог, что тут можно сказать. Не дай бог. Но война действительно может стать тем самым мечом Александра Невского, который, Александра Македонского, прошу прощения, который разрубил Гордиев узел. Запутанный, запутанную головоломку, которую мы предложили решить вот так по-полководчески. Вот. Что ж, четвертая волна. Хочу вам сказать, что по Москве уже стоят там большое достаточно количество мобильных пунктов вакцинации от гриппа, от сезонного вируса гриппа. Впрочем, я лично зуб последний не даю, что они именно от гриппа будут вакцинировать. И вообще, от чего именно они будут вакцинировать сам Леший ведает. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, еще мурашка, там Минздравш, Минздравш и прочее. Слушайте, полил дождь серьезный и жалко, я лето все зарезал, ребра сломанные, а осенью опять беда со мной. И хочу сказать, что я, конечно, не успел никакой эвакуации, никак подготовиться, если что, из города. И нет у меня никаких припасов, ничего нет. Ну, вообще мне нужен только один припас, рецептурные таблетки. Разбирайтесь дальше сами. Вот, но хочу сказать, что если у вас еще есть такая возможность, приготовьте припасы, такие как консервы, фильтры для воды, емкости для воды, медикаменты, самые простые. Антибиотики обязательно должны входить в их состав, так же, как и наборы для капельниц. Вы вот не медики, если знаете, что капельница может действительно спасти жизнь раненому человеку в экстремальной ситуации. Относитесь ко всему происходящему с оптимизмом, если вы верующий человек, то с доброй молитвой. И помогайте тем, кому хуже, чем вам, это вам зачтется. Вот, что ж, ну, если действительно начнется такая адская невероятная война, что не исключено весьма, Весьма, потому что врагов Эрафистан словно специально наделал себе тьму. Вы не предатель, вы враг, сказал Вальдемар де Морт. А потом Вальдемар де Морт много раз говорил своим таким полудетским голоском. Кто как обзывается, тот так и называется. Мы вас всех в тюрьме сгнаем и утопим, и сморим. Кто как обзывается, тот так и называется. Вы не предатель, вы враг. Скажите, зная уже, что Турция имеет невероятные экспансивистские намерения, и Турция действительно, ну, жаждет крови России, жаждет Крым, и жаждет Астрахань, и жаждет много чего еще брать, и вести с ней переговоры о продаже кредит. Она вернет кредит. О продаже ей дополнительных дивизионов, комплексов ПРО, замечательных С-400, Триумф. Это кто делает, предатель или враг? Что ж, готовьтесь к четвертой волне, к QR-кодам, к невозможности поездок на метро, если вы не уколотый, и прочее, и прочее, и прочее. Готовьтесь, осень будет тяжелой. Что ж, ну, и я буду готовиться к своему путешествию, ибо теперь я знаю, что окружен исключительно врагами, нет у меня ни одного друга, нет никого, кому можно верить. Ну и ладно, тем лучше. Что ж, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляньте в описании ролика, чтобы поддержать мой труд. И меня поражает то, что в некоторых школах России, в частности в Твери, начали вакцинацию детей от сезонного гриппа чуть ли не полупринудительно. Родители, следите за детьми. В школах, в детских садах следите. Держите администрацию на карандаше. Кроме шуток. Доброго нам всем дня, сушкину и ливень. Ай, люблю дождь. Стоюсь себе под дождем и обтекаю.